Получил неожиданный вопрос, где подписчик меня спрашивает, подскажите пожалуйста как разговаривать с верующими людьми, чтобы их как-нибудь переубедить, так как вера в Бога в наше время это совершенная мракобесия, мы видим это по влиянию русской православной церкви на государство российское и вообще на умы простых людей. Есть ли какой-то рецепт, как нужно в обычной частной жизни общаться с верующими людьми? Я попытаюсь дать простой совет. Не старайтесь этих людей как-то переубедить, то есть не начинайте с ними спорить. Если вы начинаете дискутировать, то обычно в спорах всегда каждый останется при своем мнении. Даже если вам вдруг покажется, что вы одержали победу в дискуссии, все равно это не даст слишком большого результата. Я бы посоветовал вот с чего начать. Попытайтесь задавать ему вопросы верующему человеку и добейтесь от него, чтобы он каким-то образом на эти вопросы отвечал. Ставить нужно конкретные вопросы, чтобы у человека, отвечая на эти вопросы, немножко начал работать мозг. Скажем, вы можете поговорить о сущности Бога. Обычно средний христианин скажет вам, что человек создан по образу и подобию. Раз человек создан по образу и подобию, значит по логике Бог похож на человека. И вот здесь начинайте задавать вопросы, а это мужчина или женщина, как ты думаешь? Я думаю, что верующий человек скажет, что это мужчина. Ну потому что в Библии постоянное обращение идет к Отцу, Отец наш Небесный и прочее, значит это мужчина. А чем отличается мужчина от женщины? Естественно, какими-то половыми признаками. Соответственно, не стесняйтесь и бейте именно в эту точку. Ага, значит если Бог мужчина, то есть например мужчина средних лет, или он все-таки дедушка, у него есть половые органы. Или скажем, такая вещь, как сперма. Есть ли у него такие вещи, как пот, или например слюна, зубы. Есть ли у него волосы. То есть начинайте перечислять именно те такие не очень приятные моменты в человеческом теле. То, что испытываем все мы. С одной стороны, это кажется очень наивные вопросы. На самом деле, они дают возможность человеку очнуться от того беспрерывного бреда, который он повторяет, даже не думая, и остановиться и задуматься. Если человек похож на Бога, а Бог в свою очередь похож на человека, так у него должно быть такое же тело. Значит у него должен быть скелет, мышечная масса, у него должна быть печень, мочевой пузырь, сердце, селезенка и прочее. Если у него есть мышцы, кожа или, например, легкие, то тогда можно сразу спросить, а как же он там дышит, там в той среде, где она абсолютно не предназначена для дыхания. Значит, скорее всего, легких у Бога нет. Ну и дальше, если он опорожняется, значит он должен что-то есть. Если у него есть зубы, зубы для того, чтобы что-то жевать. Кстати, зубы мы получили со временем нашего развития. Наши зубы менялись от момента, когда мы ели только траву, к моменту, когда мы стали есть мясо. Зубы – это типичное доказательство того, что мы развивались в течение многих-многих тысячелетий. Итак, есть ли у Бога зубы? Ну вот такой простой вопрос. Верующий человек не хочет отвечать на эти вопросы, а вы настаивайте и продолжайте. В конечном счете, любой здравомыслящий придет в тупик и скажет, скорее всего, так. Ну да, наверное, Бог не похож на человека, потому что ему там нечего есть, ему там нечем дышать. У него не может быть полового органа, потому что он не размножается. Значит, уже по всем признакам он не может быть похож на человека. Возвращаемся к этой самой строчке в Библии. В этот момент вы спрашиваете, а почему здесь стоит, что человек создан по образу и подобию? Наверное, потому, что у человека в тот момент должно было появиться какое-то уважение к себе самому, что человек божественен, что он тоже что-то значит, что он не просто на уровне животного, а приближен к Господу Богу. Иногда психологи советуют разобрать тему рая или ада. Больше всего люди боятся ада. Кстати, сама идея об аде была привнесена именно Иисусом Христом, то есть самым любящим, самым замечательным Богом, который пришел спасти якобы всех на земле, но при этом именно он начал рассказывать о скрежете зубов, о вечных мучениях и о том, что Бог, дескать, наказывает грешников. Представьте, что до прихода Иисуса Христа все верили в то, что каждый получит шанс на воскресение, либо Бог уничтожает тех, кто плохие, а вот хороших большинство, и они, конечно же, будут находиться рядом со своим Творцом. Именно Иисус все исправил в головах тех несчастных древних и запугал их грехами и адом. Вот такой вот любящий был плотник из Назарета. Если вы говорите с верующим человеком, поговорите на тему об аде, что там происходит, можно ли так долго жарить человеческую плоть, насколько физически это возможно, в каком месте это может происходить, кто конкретно занимается мучениями этих самых грешников, черти, может быть, ангелы, может быть, сам Господь. В чем смысл в вечных мучениях? Или, скажем так, на каком этапе эти вечные мучения должны привести к исправлению? Или это просто мучения ради мучения? Если человек в течение жизни совершает какие-то ошибки, а грех переводится именно как ошибка, и за это «любящий» отец готов мучить этого человека вечно, то по факту этот бог – садист. Если вы начнете рассуждать о чертях или ангелах, которые занимаются мучениями грешников в аду, поспрашивайте их, работают ли они круглые сутки, если у них выходные, закусывают ли они между делом и чем, так сказать, разогревают костер, дровишки подкладывают, а кто при этом дровишки поставляет или, например, варят они их в котлах или в сковородках, а если в сковородках, сковородки какие, на какой фабрике их сделали и тому подобные, вроде бы наивные детские вопросы, на самом деле способные поколебать веру спящего человека, а верующий человек – это просто человек со спящим сознанием, способные разбудить его ненадолго и дать возможность ему начать думать самостоятельно. Я уверен в том, что религия доживает свои последние дни. Когда-то она была необходима человечеству, когда-то она действительно сыграла свою важную роль. По крайней мере, мы до сих пор существуем в системе законов, принятых по Библии. Все, что мы сейчас имеем – не убей, не насилуй, не воруй – все это было когда-то прописано в древней еврейской книге Торре. Но эти времена уходят. Может быть, самое лучшее мы и возьмем из религии, но, скорее всего, человечество будущего полностью избавится от всех этих древнееврейских сказок. И неважно, каждый в свое время – сначала христиане, потом мусульмане – если человек будущего и будет во что-то верить, то только в самого себя. Субтитры создавал DimaTorzok